Невроза Мегаполиса Где есть фобии и где есть навязчивости И где есть ритуалы в виде действия, повторения какого-то действия Или постоянные мысли, страхи, которые лезут нам в голову, мешают нам спокойно жить, передвигаться Но прежде чем я к этому перейду, хочется ответить на некоторые вопросы и кое-что уточнить Я и мой приятель Максим получают большое количество писем И к моему великому удивлению выясняется, что люди не смотрят те видео-лекции, которые я записываю Или посмотрят одну половину, а затем начинают задавать очень много вопросов Хотя на самом деле эти ответы есть в видео-лекциях, которые вы можете найти на канале YouTube или ВКонтакте Просмотрев их полностью, вы исчерпаете в принципе большинство своих вопросов Которые вы задаете постоянно, друг за другом На все ваши вопросы я уже много раз отвечал Сегодня я постараюсь еще более детально ответить на самый популярный вопрос И уточнить некоторые нюансы Потому что очень большая путаница возникла с регетососудистой дистонии И очень большая путаница возникла с неврозом И почему я так решил? Потому что большое количество людей задает вопрос Контекст которого уже несет тот смысл, что он не понимает суть проблемы Ну допустим Здравствуйте, Алексей, у меня ВСД и ОКР 5 месяцев Или А как лечиться от ВСД? У меня панические атаки и ВСД То есть люди начали перемешивать ВСД с рубрикой тревожно-фобические расстройства Это неправильно Проблема в том, что информация, которая сейчас доступна в книгах В пабликах ВКонтакте И еще в видеоблогах Она в принципе про одно и то же Но может показаться вам немножко противоречивой Или неполной Исцеление от панических атак, исцеление от ВСД Чаще мы видим подобные слоганы Я исцелилась, я избавилась И так далее История моего исцеления История моего там И так далее Давайте разбираться Сейчас я вас буду учить Быть немножечко психотерапевтами самому себе Я покажу вам технику, которую я использую В когнитивно-поведенческом блоке Работа со своими клиентами У меня несколько блоков работы Это не только когнитивно-поведенческая Это когнитивно-поведенческая Которая разделена на когнитивную И на бихевиоральную Отдельно на поведенческую терапию Если это требует заказ клиента Если, допустим, это агорофобия То мы используем экспозиционный тренинг С парадоксальным подходом Виктора Франкла И прочих его друзей из Пала-Альта Соответственно, если это когнитивный подход То мы используем техники Арнебека, Альберт Эльса А дальше мы приступаем к аналитическому моменту Сейчас я вам об этом все подробно расскажу Но прежде чем мы приступим к техникам Давайте по новостям Спрашивают, что нового Посмотрите анонс перед этим роликом 8 декабря уже совсем скоро Будет вебинар с профессором Плоткиным Мы будем говорить о внутренних конфликтах Это очень важный вебинар Я понимаю, что стоимость его достаточно велика Но, поверьте, оно будет того стоить Потому что вы поймете, что внутренний конфликт Он не появляется в какой-то отдельной части жизни Потому что внутренний конфликт Это естественная часть любого человеческого процесса Невроз и внутренний конфликт Возникает именно в очень интересном сочетании Вот смотрите, допустим Если вы просыпаетесь утром Не хотите идти на работу, а надо Это же внутренний конфликт Не хочу, а нужно И вроде как и нужно А вроде как и не хочется Но вы его решаете Или, допустим, вы подходите к витрине С какой-нибудь сумочкой или с туфлями И хотите потратить там энную сумму денег Которая у вас есть И вы мучаетесь несколько дней Купить, не купить Купить, не купить Это внутреннее противоречие Но вы его способны Что? Вы его способны решать Оно не приносит вам Никакой травматизации Потому что это противоречие осознанно И помимо того, что оно осознанно Оно еще не несет Длительного затяжного противоречия Со словами Я не знаю, что делать А невроз возникает тогда Когда внутреннее противоречие Во-первых, неосознанно Во-вторых, им пропитаны Все сферы вашей жизни То есть, это не просто противоречие В какой-то сфере одной Это противоречие Как вы увидите на лекции Если вам свойственно создавать Это внутреннее противоречие То оно будет преломляться В личной жизни В половой жизни В профессиональной карьере В работе В взаимодействии с родственниками И с людьми Просто на улице До банального С друзьями То есть, это внутреннее противоречие Будет свойственно вам В принципе во всем Я знаю одного человека Который сейчас увлекся психологией И поверьте мне 95% наверное психотерапевтов И психологов Которые пришли учиться На этой профессии Это тоже их способ реализовать Свой внутренний конфликт Свой внутренний невроз Да, и я в их числе Собственно Вот, поэтому Надо понимать Что любая деятельность Выбор профессии Ваша жизнь Ваше поведение Ваши эмоции Реакции Способность мыслить Это все преломлено Определенными процессами В психике И эти процессы Изучает аналитическая терапия Потому что Эти процессы Создают внутреннее напряжение Об этом 8 декабря Я вам еще раз Искренне рекомендую Не пожалеете времени В 13 часов В воскресенье Не пожалеете Эту тысячу рублей И вы поймете Раз и навсегда Что такое Внутренние конфликты Полтора часа Будет Александр Абрамович Рассказывает Свою часть лекции С примером И еще полтора часа Я буду рассказывать Примеры С своей практики Как это выглядит И как это преломляется Это очень интересно И вы все себя Во многом узнаете И поймете Что же такое невроз И почему Вот это Переходим Ко второй части И почему Паническая атака Вегетативное напряжение Или страх Или фобии Не являются Основной Проблемой Невроза Огромное количество Людей Которые пишут У меня были Панические атаки Я от них избавился Или я стала ходить Или я стал Не бояться Но как-то Мне не лучше Как-то мне все еще Вот как-то Фигово на душе Как-то плохо Как-то не так Еще раз Ребят Послушайте меня Пожалуйста Внимательно Что симптом Такой как Паническая атака Страх За собственное здоровье За сердце За легкие Задохнуться Выходить от этого Потом из дома Это всего лишь Навсего Крошечная верхушка И отголосок того До чего вы себя добились Своим Постоянным Внутренним противоречием Безусловно Мы сначала Работаем С самим приступом Панической атаки И самим Фобическим Избеганием А уже затем Мы должны обязательно Приступить к тому Что вызывает это Но вы это в принципе В терапии Все сами понимаете У меня сколько клиентов Да Они все прекрасно понимают Все обратились Вот смотрите Как выглядит ваш заказ Хотите Вот к примеру Практического Можно перейти чуть-чуть Пришел клиент Говорит Леш У меня панические атаки И страх За собственное сердце Ну допустим Проходит два месяца И оказывается Что его заказ Вовсе не паническая Он сам это потом понимает Что его заказ Вовсе не паническая атака И вовсе не страх За собственное сердце А его заказ Оказывается Заключается в том Что вообще-то Он очень одинокий человек И его одиночество Настолько пропитано Его пропитывает Его жизнь Что ему постоянно Хочется любви И поддержки друзей И близких А эти близкие Постоянно как-то Ведут себя Очень холодно К нему Как ему кажется И он делает все Чтобы заслужить Эту любовь И внимание Близких А они к нему Как-то не Не такие теплые Как ему бы хотелось И вся его жизнь Пропитана тем Что он пытается Всевозможными способами Получить это внимание И эту любовь А в жизни Произошли ряд ситуаций Где ему очень резко Дали понять Как он понял Что вообще-то Тебя никто не любит И ты тут зря Все это делаешь И именно вот эти Внутренние противоречия Потребность любви Его действия Компульсивные Чтобы получить эту любовь Многие, кстати говоря Идут в психотерапевты Чтобы получить эту любовь Которым детства От папы и мамы Не хватило Они вот Идут в психотерапевты Чтобы наконец-то Их полюбили И сказали Ой, молодец Это вот Или другой профессии Мне просто На супервизии Мы как раз Это часто разбираем Поэтому Надо понимать Что приходите В испанической атаке С кардиофобией С агорофобией С клаустрофобией С лисофобией С чем-чем Что угодно Но на самом деле Под этим заказом Кроется совершенно Другой пласт Проблемы О котором вы узнаете Гораздо позже В процессе терапии Поэтому Еще раз Все внимательно послушайте Если вы мне пишите Как лечится ВСД А вы исцеляете От ВСД А как лечить ВСД Слушайте мне сейчас Внимательно Во-первых Надо понимать Что сам по себе Термин Вегетсосудистая дистония Он очень собирательный Нельзя ВСД Приравнять К неврозу И поставить Знак Иквоз То есть Знак равенства Возьмем Двух пациентов В кабинете Общего профиля Терапевта Посмотреть как это будет выглядеть Пациентка А Приходит И говорит Здравствуйте доктор У меня тахикардия Мне кажется У меня что-то не так С сердцем Мне как-то нехорошо Приходит пациентка Б Говорит Здравствуйте доктор У меня что-то как-то нехорошо У меня тахикардия Пот периодически пробивает Как-то вот Спать иногда тяжело Давление скачет И так далее Жалобы одинаковые Абсолютно У одной клиентки Будет диагноз Невроз Невроз страха Или фобический невроз У другой клиентки Будет диагноз ВСД Показать разницу Смотрите внимательно Если приходит пациент Со словами С жалобами на Органическое какое-то Состояние Проводится дифференциальная диагностика Методом отсечения негативного То есть Проводится высокоточное исследование По клиническому профилю И мы смотрим Реальное отсутствие патологии Допустим Возьмем эту самую клиентку С сердцем У обоих Все хорошо У обоих Нет никакой Патологии сердечной У одной Невроз страха Фобический невроз Кардиофобии А у другой ВСД Поняли почему? Очень просто Я задаю Всего лишь два Уточняющих вопроса Которые мне могут Ответить на то Невротическое это Состояние Либо это Состояние Функциональное Как Вот то что И врачи Называют Вегетососудистой Встанией В правильной Своей интерпретации Есть тип Высшей нервной деятельности Где Вегетативная Симпатическая Парасимпатическая Система Достаточно Активна Это может быть Обусловлено Разными факторами Внимание У этих людей Действительно Потеют ладошки Астенический тип Реакции Постоянный Астенический тип Такой Да Постоянная Тахикардия Или учащенное Сердцебиение При волнении Происходит Дисфункция Кишечника Он очень Достаточно Тревожный И достаточно Переживающий Но У этого Этот человек Не жалуется На страх У этого клиента Которого в кабинете Первое Я говорю Вы боитесь Умереть? Она говорит Нет Я говорю Вы боитесь За собственное сердце? Нет Мне просто Как-то Неприятно На погоду Как-то У меня Сонливость Такая Давление Скачет Вы боитесь За собственное здоровье? Нет Вы выходите Спокойно На улицу? Да Вполне Вы путешествуете? Да Просто мне Иногда Не очень Хорошо Становится Голова Кружится Или еще Что-то Поняли Разницу? У нее нет Фобического И тревожного Составляющего У нее Есть просто Вегетативная Особенность Связанная Либо С возрастной Инволюцией Либо Связанная С особенностью Высшей Нервной Деятельности Как регуляции А есть Вторая Ваша Клиентка В кабинете Которая Жалуется На то же самое И я ей говорю Вы боитесь За собственное сердце? Да Вы знаете Я стала Постоянно о нем думать Я стала Постоянно мерить Пульс И давление В несколько раз в день Чтобы проверить Какой пульс И вообще Мне это из головы Не выходит А как вы передвигаетесь? Ой, Алексей Тяжело передвигаюсь Потому что Я ношу с собой Постоянно Фармакологию Или телефон Или желательно Чтобы со мной Кто-то был Ну и дальше Уже знакомая Вам история Вот это уже Невроз Поэтому нельзя Ставить равенство Тремя буквами ВСД На эти жалобы Поняли разницу? Что бывают Жалобы Действительно Вегетативного характера В которых нет Фобических Тревожных неврозов И вы Никаким образом Психотерапии Тут человеку Ну Тяжело будете Помогать Потому что Нет заказа Есть заказ На просто Такую восприимчивость Высшей нервной деятельности Что тут психотерапевтически Можно там Поддерживающей терапии Но заказа не будет Понимаете? А вот У второй клиентки Есть конкретный заказ Кардиофобия И невроз страха Теперь как это лечится? Смотрите Сейчас будем учиться Мы должны Сходить с вами Из того Сначала мы Ее значит Проверили На отрицательные Дифференциальные истории По здоровью Все у нее хорошо На самом деле Теперь мы исходим С вами из того Что все фобические Тревожные состояния Вызванные у нее В результате Длительного Затяжного Внутреннего Противоречия Которые так или иначе Проявляются Такими специфическими Телесными Эмоциональными И поведенческими Реакциями Мы понимаем Что сами симптомы С которыми Обратился к нам Клиент Не являются Основным заказом Психотерапии Хотя этот заказ Как бы Сделан сначала Поэтому мы сначала Работаем Действительным заказом С панической атакой Мы работаем С агорофобией Мы работаем С любой фобией С которой Обратился клиент Для того Чтобы снять Этот страх Объясняя параллельно Общую концепцию Того Что вообще-то Зайка Когда это началось Это началось Там Полгода назад Или там Год назад Когда это началось Ну это началось Тогда Когда Это уже вторая фаза На первой фазе Мы работаем с симптомом Есть определенный Набор техник Который есть Собственно говоря И на вебинарах На которые есть На сайте Которые вы Демонстративно Не смотрите У вас есть Вебинары Кстати говоря 20 Какого 22 декабря Я проведу Заключающий Завершающий Вебинар В этом году Приходите все 22 декабря Будет Вебинар Он будет Достаточно Дешев Раза в три Наверное Дешевле Чем обычный Такой Новогодний Подарок Будет всем Там Такая Символическая Будет сумма Там Будет четыре Тактики Психотерапевтического Воздействия Именно по техникам То есть Будут собраны Четыре Стратегические Техники Паническая Атака Агорафобия И еще два Важных Заказа Потом Знаете Какие Поэтому Не Приходите И смотрите Вебинар По социофобии Работа Смыслей Эмоций Которые Есть На сайте Там Это Есть И сегодня Мы будем Заниматься Другой Практикой Так Вот На первых Этапах К нам Пришла Клиентка С кардиофобией Со страхом Издохнуться С кишечником С Прочими Проблемами Телесными Мы Говорим И работаем С этим Симптомом Как только Она Поняла Что стоит За ее Паническими Атаками Что это Всего Лишь Навсего Ее Ошибка Восприятия Что это Ошибка Страха Что страх Безопасен И так далее И тому подобное Смотрите ролики Раньше Или смотрите Вебинары Там об этом Все подробно Написано Просто я не могу Как попугай Повторять одно и то же Просто я вас Отправляю К предыдущим темам Как только Она понимает Что страх Безопасен Как только Она начинает Выполнять экспозиционные Упражнения Используя Стратегию От малого К большему Как только Начинает потихонечку Редуцировать Обычно 2-3 месяца Уходит на то Чтобы окончательно Бесповоротно У нас пошел Прогресс В редуцировании Общего тревожного фона Как собственно говоря В группе У меня это происходит Так и персонально И вот затем На втором На третьем месяце Клиентка начинает Прозревать Что на самом-то деле Я ее потихонечку Расспрашивая Подвожу Объясняя концепции Да Невротические Она у меня начинает Прозревать И мы понимаем Что на самом деле То с чем она Обратилась Она понимает Вовсе не являлась Заказом главным Оказывается У нее знаете ли С мужем Уже некоторое время Есть сложность Не будем уточнять Какие бывают С мужьями Сложность Но поверьте Бывают и немаленькие Или допустим Оказывается Что у нее с мамой Постоянные Идут проблемы И вообще Есть свойственно Эти проблемы Постоянно видеть Еще в других людях В своих молодых людях Там еще где-то Еще где-то Еще где-то И вообще Он постоянно Не может сказать Нет И он постоянно Как-то вот Суетится и торопится То есть За заказом Симптоматики Телесной Стоят совершенно Другие вещи Теперь учимся С этим работать Берем блокноты Ручки Бумажки Пишем Когда к вам Обратился клиент С Жалобой Допустим Возьмем Классическую Кардиофобию Страх задохнуться Или там Любой другой страх Сейчас не столь важно Эта техника Работает абсолютно И без этого Что вам надо Сделать прежде всего Вам надо понять Сейчас Sorry Я просто много говорю И лекции И публичные выступления И персональные И мне приходится Скипить Чтобы горло не срывать А то у меня же Хроническая болезнь горла С чем себя я поздравляю Значит Когда обратился к вам Клиент С любой жалобой Подобного характера Он никогда не понимает Что за этим Вообще что-то стоит Он говорит Здравствуйте Леша У меня Кардиофобия У меня вот Есть проблема Давайте я вам Это нарисую Это выглядит Примерно вот так Смотрите Он говорит Здравствуйте доктор У меня проблема У меня стучит сердечко Или у меня там Вот какой-то страх Да Вот у нас Вот эта вот проблема Он ничего Кроме этого Не видит Он где-то прочитал Что это называется ВСД Он где-то прочитал Что это невроз Вот что-то посмотрел Ролики Красикова Пупкина Там еще кого-нибудь Что-то понял Но пришел к психотерапевту Со словами Помогите У меня ВСД Он больше ничего не видит Смотрите Как мы начинаем С ним работать Он у нас прошел Обследование Мы поняли это Да Первое что он должен сделать В принципе Да Давайте так Первое что он должен сделать Прямо сегодня у нас Обучающая лекция будет Для психотерапевтов И психологов Я думаю Это будет кому-то интересно Он должен у вас увидеть Вот это очень важно В каких обстоятельствах У него возникают Тельные симптомы Ему изначально кажется Что этот симптом Возникает совершенно спонтанно И вот как-то знаете Совершенно беспричинно Да Хрена с два И этот симптом Какой бы там ни было Начиная с кардиофобии И панической атаки Заканчивая таким сложным Симптом Как дереализация Не возникает просто так Он должен у вас записать И вести дневник В каких конкретно Жизненных обстоятельствах У него возникает Такой симптом Ну например Это было на улице Это было в маршрутке Он говорит Это было в маршрутке Он у вас должен написать Что конкретно было в маршрутке И тут мы рисуем Следующую схему Я тут испортил Правда чуть-чуть И мы рисуем Следующую схему То есть рисуем дальше Матрицу Из одной ситуации Мы рисуем еще Вот так вот две То есть В маршрутке Я говорю О чем ты думал И как ты себя вел Он говорит Да ни о чем не думал Я ехал просто Вот на маршрутке И передо мной Сидели люди Передо мной Сидели люди Я говорю О чем ты думал Да ни о чем не думал Просто сидели люди И я тут понимаю Что он как бы Не пробивается В этом плане Я говорю А если бы людей не было Он задумывается Говорит Если бы людей не было Мне было бы лучше Потом такой Ой Да И вы только что Ему показали Совершенно простым Терепетическим вопросом Дифференциальную разницу И так пишем Первое Прямо так и пишите Берите ручки Пишите Первое Найди ситуации Где у тебя симптом есть Что ты там думаешь И как ты себя там ведешь Второе Найди ситуации При которых Этого симптома Нету точно Смотрите Например У меня есть симптом На улице Когда я иду в магазин Или в магазине Но у меня точно Нет симптома Когда я возвращаюсь Домой Что за болезнь такая Если у вас Простите Болит зуб Или аппендицит У вас он что дома Что на улице Будет болеть Не бывает Такой болезни Уж тем более В СД Где у нас есть Что-то там Как вам кажется С сосудами И сердцем Знаете Как-то сосуд В магазине Сосуд плохой А дома Сосуд Хороший Ну так не бывает Согласитесь Соответственно Поймите Главную стратегию Очертите Круг Где у вас Этот симптом Есть Что вы там Думаете Обязательно А потом Очертите Круг Где у вас Эти симптомы Нет Если вы Правильно Сделаете Вот эту Матрицу Со словами Где у меня Есть симптомы Что я там Думаю Вам надо будет Сделать Следующее Вот допустим У вас Получилось Выбрать Ситуации В которых Вы Определенным Образом Себя Видете Давайте Кружочками Чтобы было Удобно Видно Значит Красное Это сейчас У нас будут Ситуации Чтобы просто Не потеряться Здесь Это у нас будут Ситуации Улица Там Дом И так далее В центре Симптом Видно Да Вот это Это мысли И поведение Дальше Что должен Сделать Ваш клиент Он должен Увидеть Что Черт побери Вообще То ты думаешь Во всех Этих Ситуациях Одинаково Это Когнитивная Техника Этому Собственно Горя Посвящен DVD Курс Который Я для вас Делал Многострадальный Наш Этому Посвящена Вся Когнитивная Терапия Которой Мы Занимаемся В группах То есть Вы должны Увидеть Что Помимо Того Что Симптом Этот Образуется Не просто Так Спонтанно А в Каких То Конкретных Ситуациях Вы Еще В этих Ситуациях Думаете Одинаково При Всем При этом Есть Ряд Отдельных Ситуаций Давайте Их Вот сюда Вот так Нарисуем Где Этих Симптомов Нет Потому Что Вы Там На самом Деле Думаете По Другому Совершенно Соответственно Отсюда Мы Понимаем Что проблема Не в том Что вас Накрывает Какой-то Приступ Страшный А проблема В том Что попадая В определенные Ситуации Вы Вы Определенным Образом Думаете И интерпретируете Обстоятельства Вокруг Вас Которые Вызывают Ту Самую Тухикардию А на самом Деле Мой Клиент Пришел Ко мне Со словами Леш У меня Тухикардия В общественном Транспорте Накрывает ВСД Знаешь А потом Мне ВСД Накрывает На улице А еще Мне Накрывает В институте А он Никогда Не видел О том Что это Обычная Социофобическая История Что на самом Деле То что Называл ВСД И накрывает Его приступ Это обычный Страх Публичного Осуждения Это обычный Страх Произвести Плохое Впечатление На людей И нету Здесь Никакого ВСД Шмэсд Есть Обычная Эмоция Которая Выходит В тело Которую Он боится И моя Задача Работать Не с ВСД И не с его Сердцем А работать Его эмоциями И работать С его Рациональным Мышлением Чтобы эти Ситуации Вокруг вас С мужем В институтах Дома В постели На работе Не вызывали У вас Такие Внутренние Эмоции А эти Внутренние Эмоции Уже Не приводили Вас К тем Жалобам С которыми Вы ко мне Приходите Я надеюсь Вам сегодня Стало более Понятно Как мы работаем И что мы С этим Делаем Понятно На этом Мы Подведем Коротенький Итог Этой техники По поводу Симптомов Теперь по поводу Обсессивно-компульсивного Расстройства ОКР Или невроз Навязчивых Состояний Отсюда же Вытекающая Жалоба Фобическая Допустим Невроз Навязчивых Состояний Или обсессивно-компульсивное Расстройство Или Фобические Фобические Отдельно Делится на две Структуры Это Преимущественно Компульсии И преимущественно Обсессии Преимущественно Обсессии Это мыслительные Процессы Навязчивые Постоянные Навязчивые Мысли Которые Вас Пугают Преимущественно Компульсивный Невроз Это Ритуалы Значит Что здесь Нужно вам знать Первое Что нужно вам знать Что от этого С ума сойти нельзя Второе Что вам нужно знать Это то Что Возьмем Давайте Такую технику Одну из самых Таких Чтобы вам Было популярно Понятно Чтобы справиться С навязчивыми Мыслями Нужно понять Как образуется Навязчивая мысль Записывайте Дальше В ваших блокнотах В человеческом мозгу Есть уникальная функция Обрабатывать Логикой И проверкой Важные мысли Если ваша Голова Скажем так Ваш мозг Допустим Смотрите Какой привет Давайте такой Который я на лекции Все время привожу Вам надо встать Нет У вас завтра Встреча С Владимиром Владимировичем Путиным Допустим В 11 часов В Кремле Для вас Это очень важная Встреча Долгожданная Окей Это важная мысль Вы думаете об этом Не завтра Надо в 11 часов Быть в Кремле Это мысль важная Важная Как только мысль Становится важной Минуточку Смотрите Чтобы мысль Стала важной Запоминайте Она обязательно Должна быть Наделена Эмоцией Или каким-то Эмоциональным Фоном Мысль Неважной Без эмоциональной Окраски Практически Не бывает Поэтому Чтобы мысль Стала важной Нужен какой-то Эмоциональный Фон Если у вас В 11 часов Встреча с Путиным Эта мысль Будет окрашена В тревогу Волнение И она Станет для вас Доминирующей И важной А теперь Внимание Как только мысль Для вас Стала доминирующей И важной Включаются Две Очень важные Функции Коры головного Мозга Это Логика И проверка Пример Как включается Логика У важной Мысли Если мне надо В 11 часов Быть у Путина Значит мне нужно Встать Там в 7 Поставить Два Будильника Позвонить Люсе Чтоб она Меня разбудила Ну и так далее То есть Включается Логика И контроль Над этой Логикой Что надо Сделать Чтобы И что Сделать Не надо Чтобы не Было Не проспала Я например Да Понятно Как работает Вот этот Процесс Как только Вы мысль Наделили Степенью Важности Или степенью Тревожности Пошла сразу Логика И проверка А теперь Представьте Что у вас В голову Пришла Мысль Ну допустим О сердце А что-то Оно как-то У меня Быстро стучит И вы Испугались Этой мысли Благодаря Вашему Тревожному Состоянию Благодаря Вашему Невротическому Состоянию Для вас Мысль О сердце Стала Важной Потому что Вы наделили Ее тревогой Отсюда Пошла Логика А помнишь Там у Коли Когда-то Было А ну-ка В интернет Зайдем А интернет Перестрит Колоссальными Историями Где логика Не нужна Вообще Там все за вас Уже вас похоронят И вы понимаете Что это все Проблема И вот пошел Контроль Пошла проверка Все То есть Навязчивое состояние Образовать Очень просто Как только Вы придаете Своим мыслям Гипертрофированное Значение Как только Вы придаете Им гипертрофированную Функцию И гипертрофированную Эмоцию Они становятся Для вас Предметом Логики И проверки Поэтому Отсюда Парадоксальная Техника Очень проста Разрешите Мыслям Всем быть Такими Какими Они есть Ни в коем Случа Не пугайтесь Ничего Что приходит Вам в голову От Каких-то Там Эротических Фантазий До Каких-нибудь Еще Там Галактических Войн Дарта Вейдера Ни в коем Случа Не пугайтесь Этих Мыслей Потому Что Сама По себе Мысль Как процесс Это Не призыв К действию Это Просто Тонкий Процесс Между Памятью И Образами Сочетание Памяти И Образа Который Называется Мысли Никак Не может Вас Заставить Что-то Делать Или Как-то Ни о чем О вас Не говорит Но Тревожно Мнительного Человека В фобическом Неврозе Ему Начинает Казаться Что Если Он Думает Об Этом То Это Значит Что Он Маньяк Убийца Плохой Способен На Какие-то Поступки Нет Вам Так Начинает Казаться Потому Что Вы Этим Мыслям Придаете Слишком Тревожное Значение Поэтому Техника Которую Можно Вам Сейчас Дать Больше Техник Будет На первых Порах Это То Что Никогда Не бойтесь Своих Мыслей Относитесь К ним С иронией Даже Иногда С некоторым Сарказмом И ухмылкой Мало Чего Прилезет В голову И Ни в коем Случа Не давайте Эмоциям Захватить Ваши Процессы Логики Контроля А Если Я А где Я Был А куда Я И так Далее Это Тренируются Понятно Как формируются Навязчивости И что Желательно Начать Делать Чтобы Их Избегать Просто Разрешите Вся парадоксальная История В том Которая Называется Сила Трения Если Вы Сопротивляетесь Своим Навязчивым Мыслям Если Вы Сопротивляетесь Только Не думать Об этом Оно Как раз И усиливается Как Только Вы Говорите Да Действительно Я Могу Думать О чем Угодно Ну И что Просто Быть И смеетесь Над ними Перестает Работать Сопротивление Перестает Работать Сила Трения И парадоксальный Подход Работает В полном Его Объеме Но Вы Должны Просто Научиться Расслабляться И не Бояться Этих Мыслей Не Наделяя Их Эмоциями Тогда Навязчивые Мысли Перестанут Потому Что У меня Есть Клиент Который Постоянно Мне Каждый Вечер Пишет О том Как ему Грустно Одиноко Нет Это не то Как ему Лезут в голову Мысли И так далее Я Объясняю Человеку Что Чем Сильнее Ты придаешь Значение Этому Тем Тяжелее Тебе будет Вот процесс Идет Будем смотреть Как оно Пойдет дальше Чем Острее Вы относитесь К тому Что лезет Вам в голову Тем острее Вы это Переносите Если Вы относитесь К этому С иронией Сарказмом С вами Ну и что Ну мысли И мысли Ну всякое бывает Все эти чай Пьете Отдыхаете Ну думайте Лучше о завтрашнем Дне Строите планы Но не о том Почему я об этом Подумал А что это значит А как бы мысли Прогнать Вот мысли бы Прогнать Только бы не думать Надо же спать Вот надо поспать Да разрешите Вы себе Думать о чем Хотите Вот и все И не бойтесь Этого процесса И ритуалы Значит ритуалы Это более сложный Процесс Который связан С действием Сейчас уже не хватит Времени Все вам рассказать Это будет подробно На вебинаре Давайте приведу вам Два варианта Есть две основные Стратегии Работы с ритуалами Значит Стратегия первая Опять же Это стратегия Ее можно описать так Не делай ритуал Соберись силами И посмотри Что будет Если ты этого Не сделаешь Здесь С обсессивно-компульсивным Расстройством В ритуалах Должен работать Специалист Непосредственно С человеком Подбираемую стратегию Подбираемую стратегию Поэтому то Что я вам сейчас скажу Это не призыв К действию Это просто Общее образование Чтобы вы понимали Как это происходит Либо это Не делай ритуалы Посмотри что будет И там определенным образом Надо это закреплять Либо Это Наоборот Доведение человека До Такого состояния Где он начинает Высмеивать свой ритуал Ну проще говоря Давайте такой пример Переду У меня Зина Не может выйти на улицу Не проверив Два раза газ Он не может выйти на улицу Чтобы не проверить Два раза газ Я говорю Все хорошо Я говорю Зина Проверь два раза газ Проверила Да Я говорю А теперь делай следующее Выходишь из подъезда Сама опять Возвращаешься Проверяешь газ Уходишь Проходишь 10 метров от подъезда Возвращаешься Проверяешь газ Выходишь Проходишь 30 метров от подъезда Возвращаешься Проверяешь газ Выходишь Проходишь 100 метров от подъезда Возвращаешься Проверяешь газ Выходишь Доходишь до остановки Возвращаешься Проверяешь газ И так ты делаешь 5 дней в неделю В понедельник Придешь Расскажешь Как вам кажется С каким желанием Она к вам придет в понедельник. Правильно. Она ненавидит больше возвращаться и проверять газ. И едет в понедельник на работу спокойно. Это такая же парадоксальная история, но, опять же, повторюсь, каждому ОКР нужно применять свою тактику, свою технику. Нельзя штамповать это для всех, потому что есть неврозные вещи в состоянии, где совершенно по-другому работается. Поэтому еще раз, все техники, которые вы можете найти в интернете или прочитать, должны быть подобраны специалистам непосредственно под вас. Это очень важно. В том числе техники работы с панической атакой, техники работы с агорафобией. В моей практике часто встречались люди, у которых как бы жалобы агорафобия. Но на самом деле, допустим, например, девушка не может выходить далеко из дома, передвигаться самостоятельно. Ни одна из техник, ни один психотерапевт не может ей помочь. Что думаете, психотерапевты плохие? Техники не такие. Техники обычные, мировой практики. Не работают для нее эти техники. Знаете почему? Потому что у нее не агорафобия. Потому что это личностное расстройство, где совершенно другие связи, для совершенно другие фиксации. И там нету основной задачи отпускать этот симптом. Поэтому не назначайте себе техники, не назначайте себе никаких терапевтических методов без поддержки специалиста или хотя бы обратной связи с ним. Просто прочитав технику, не надо ее делать. Потому что у меня писали, я помню, ребята, там был в интернете какой-то популярный паблик по холотропу. Холотропное дыхание. И там что-то народ на него попер. Ну и начали все эти фабические товарищи начали холотропом. Ну и их там всех в панику и выкинуло, конечно. Бывает и похлеще. Поэтому прежде чем применять что-то на себе, вы подумайте. Я вас не пугаю. Просто я вас призываю к тому, чтобы не бездумно, не копировать какие-то вещи. Почему нужен вам персональный тренер? Почему вам нужен... Почему в спорте нужен персональный тренер? Хотя в принципе спортивный зал, он как бы един. Да? Потому что вам надо подобрать правильно под вас упражнения, правильно показать технику, правильно расписать питание под ваш образ жизни, под вас вес, подобрать нагрузку, подобрать пульс. Правильный пульс для вас. С каким пульсом вы начинаете заниматься, в каких рамках этот пульс должен быть, сколько вы времени должны отдыхать между подходами, какие упражнения вы делаете и как. Плавно это повышая интенсивность, наращивая эту самую, выносливость. После этого вы переходите к другому типу упражнений. Но вы же не можете прийти из спортзала, чтобы вас сразу положили там под штангу. Ну нет. Нет. Я знаю, что есть такие тренера, где приходит парень, его на первой тренировке кладут под штанг и говорят «Жмей, давай!» Ну вот это очень печально. Поэтому также с психотерапией. Я надеюсь, что вы сегодня полностью вот хотя бы разобрали, поняли, что есть вегетососудистые дистонии, как отдельная функциональная история, с которой обращаются люди. У них нет фобического тревожного невроза. У них есть просто общее недомогание. Оно может быть связано с переживанием, внутренним переживанием. Оно может быть связано с длительным затяжным стрессом. Ну и также оно может быть связано просто с возрастной инволюцией или с особенностью функционирования высшей нервной деятельности. А есть ситуации, где врачи под ВСД шифруют фобические неврозы. То есть приходит Зина со словами «Я боюсь за свое сердце, бла-бла-бла», а врач лепит ВСД, не обращая внимание на то, что это фобическая и тревожно-фобическая невротическая проблема. Потому что он просто тупо не знает эту дифференциальную диагностику. Вот отсюда и пошли все проблемы. Что есть люди с ВСД без тревожно-фобического невроза. А есть люди с тревожно-фобическим неврозом, которые тоже ставят ВСД. Теперь понятно, что от ВСД нет лекарств никакого вообще. Вот как лечатся люди, у которых нет тревожно-фобического невроза, у которых есть особенность вегетативной регуляции. Там то, что вы часто читаете в интернете. Закаливание, душ-ширко, здоровый образ жизни, нормализация сна, труда и отдыха, санаторий и так далее. Вот это им как раз и нужно. А в тревожно-фобическом неврозе, который, не дай бог, зашифруют под ВСД, там требуется совершенно другой подход. Там требуется психотерапия симптом-центрированная, потом психотерапия личности, личность центрированная, клиент-центрированная, личность центрированная. А потом уже исходя из того, что там получается в терапии. Понятна разница? Плохо тогда, когда невротику с тревожно-фобическим ставят ВСД и он пытается искать лекарства от ВСД для тех, у кого нет тревожно-фобического невроза. Представляете, какая это ошибка? Вы представьте себе, я, у меня тревожно-фобический невроз и мне сказали, что у меня ВСД. А у моего директора, Максима, ну просто вегет сосудистой дистонии, потому что у него так, допустим, работает высшая нервная деятельность, а там периодически что-нибудь, что там, жар-холод-холод-жар. Я говорю, Макс, у тебя тоже ВСД? Он говорит, да. Я говорю, блин, а как ты лечился? Он говорит, я там закалялся, бегал, прыгал, я пытаюсь это делать, мне не помогает, мне только хуже, потому что у нас разные проблемы. Но диагноз ошибочно стоит у меня тот, который стоит у Максима, допустим, правильно. Теперь понятно, почему в тревожно-фобических неврозах не помогает то, что назначают в Советском Союзе, назначали при общем вегетативной дисфункции. Вот, аллилуйя. Теперь надо понимать, с чем вы ко мне обращаетесь. Либо вы обращаетесь с общим вегетососудистым напряжением, и за этим стоит либо ваша особенность, либо действительно психоэмоциональное напряжение, которое тоже можно разбирать с помощью психотерапевта, что вызвало такое вегетативное напряжение. Либо вы обращаетесь с фобическим тревожным навязчивым состоянием. То есть, у нас есть просто вегетативная особенность, у нас есть вегетативная симптоматика, связанная с проявлением эмоций, или что-то у меня как-то странно всё стало, да? Либо у нас есть тревожно-фобическая симптоматика. Но некоторые врачи могут это всё залить одними, тремя буквами, не будем их называть. И всех под одну гребёнку. Что функционального товарища, что фобического товарища, что просто бабушку с возрастной инволюцией. У всех ВСД. Хотя на самом деле всё разное. Ну и, собственно говоря, наверное, всё. Давайте я проверю, что я хотел сказать. Ну, в принципе, наверное, всё, что вам нужно знать на сегодня. Я жду вас 8 декабря по внутренним конфликтам, чтобы ещё и ещё раз показать, что это такое и как с этим работать. Какие ещё популярные вопросы? Как заниматься спортом? Спрашиваю часто при ВСД. Вот, понимаете, как вам отвечать? Я ж не знаю, что вы имеете в виду под словом ВСД. Может, у вас паническая атака, и вы называете это ВСД. Может, у вас кишечная проблема, и вы называете это ВСД. Может, у вас кардиофобия. Может, у вас просто голова болит иногда. Может, у вас просто не спится. Вы поймите, когда вы ко мне обращаетесь со словами, как мне вылечиться от ВСД, это примерно по той логике. Здрасте, а как мне вылечить болезнь? Какую? Ну, болезнь. Я заболел. Как мне лечиться, Алексей? Я говорю, уточни, что ты имеешь в виду под словом болезнь? Ну, мне в интернете сказали, что у меня болезнь. Только под болезнью вы понимаете ВСД. Или пишут такие, знаете, слова интересные. Ну, чё? Как тебе попасть-то? Сколько стоит? Чё попасть? Куда попасть? Или привет. Короче, я хочу записаться, когда ты меня примешь. Я не понял, ты ответишь или нет. Ну, и в принципе понятно, почему люди болеют. Да, ну, неврозом. Потому что у нас есть проблема ин виву и ин витро. Внутри и снаружи. Есть проблема, которая касается предъявления претензий к людям. Есть проблема, касающаяся предъявления претензий к себе. Об этом мы очень подробно рассказываем. Я рассказываю на своих групповых занятиях. Кстати, групповые занятия начнутся с февраля. Наборы не пропустите, а то уже пишут-пишут. Групповые занятия идут 6 месяцев. Это очень объемный 6-месячный курс. 4 раза в месяц мы занимаемся по 8 часов в месяц. За 6 месяцев, мне кажется, можно... Вот тот блок, который я делаю 6-месячный, вот у меня были и врачи, и психологи, и просто люди, обращающиеся с симптомами. После этого курса 6-месячного, вы знаете, и вот если бы у них было образование, я думаю, они могли бы работать не хуже других людей, которые назвали себя специалистами в этой области. Хотя никогда специалистами на эту тему не были. Вот. Соответственно, здесь нужно вам сказать, что с февраля будет, пока мест нет. До конца года уж точно. Пишите, звоните в конце января, чтобы успеть. Что еще вам хочется сказать? Забудьте вы про ВСД. Обязательно, когда вы пишите, пишите, что конкретно вы вкладываете в это понятие. Если это навязчивый страх или фобический невроз, вам нужно подобрать техники непосредственно под фобическую проблему. Это может быть парадоксальный подход, где вы наоборот используете техники провокационного характера. Это может быть, если вы работаете с агорофобией, это могут быть техники от малого к большему, и это называется экспозиционный тренинг или системная десенсибилизация. Вы можете использовать техники с навязчивыми мыслями, но какие бы вы техники с вашим терапевтом не выбрали, после того, как вы с этим справились, нужно понимать, по чему. Вот у меня есть, допустим, клиент, у него навязчивый страх стать убийцей. Вы что думаете? От того, что он понял, что это иллюзия и что это просто страх, вот что вы думаете за этим могу стоять? Вот такой вопрос. Что стоит за страхом быть убийцей? За этим стоит страх быть плохим мальчиком. А страх быть плохим мальчиком, вы что думаете, у него вчера случился? Страх быть плохим мальчиком у него с детства. И всю его жизнь этот страх быть плохим мальчиком преломляется в разной степени поведения, в разной степени, в разной его жизненной ситуации. И в конце концов, определенные обстоятельства выводят его к тому, что начинает бояться именно стать убийцей или потерять над собой контроль, причинить людям вред. Это метафора «Как я боюсь быть плохим?» И как вы с симптомом будете работать, когда у него вся личностная структура с утра до вечера, с детства до сегодняшнего дня пропитана этим? Что вы с симптомом будете делать? Ничего вы с этим симптомом не сделаете, пока он не проработает и не поймет то, почему и как у него это работает. Об этом смотрите на вебинаре, приходите восьмого, мы с Плоткиным об этом расскажем, приходите 22-го на техники, посмотрите вебинары, которые есть в доступе на сайте, посмотрите мой дистанционный DVD-курс, там об этом 4 диска я рассказываю с методичками. Максимов на все вопросы ответит. Спасибо за то, что вы меня сегодня выслушали. Пишите вопросы, пишите комментарии, задавайте уточняющие вопросы. Думаю, на какую тему снимать следующую лекцию. Предложите свою тему. Спасибо, до встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok